Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Алик Ветров, куратор, художник и галерист. Сегодня мы вам объявляем о новом проекте. Это проект благотворительный аукцион произведения современного искусства. Немножко расскажу о нем, о его формате. Этот аукцион будет происходить каждую субботу в 19.00 и примерно до 19.30. Сегодня мы выходим немножко раньше в эфир. Это связано с немножко другими вопросами. Смотрите, сегодня для примера стоит моя работа, созданная в 2009 году. И вот на ней я буду вам рассказывать, как все будет происходить. Еще на этих аукционах будет участвовать еще художник или галерист, или коллекционер, или наследники произведения искусства, которые будут рассказывать о картинах. Значит, цены, которые мы будем устанавливать, будут согласовываться с художником, как пример. Он будет говорить свою желаемую цену, а мы ему будем в принципе в этом не сильно мешать. Также мы будем его пытать и мучить вопросами на предмет современного искусства, его отношения к коммерческим проектам в сфере искусства, его отношения к галереям. Также мы будем пытаться говорить о том, чтобы развивать фактический образ современного искусства. Это так, в двух словах о том, что мы будем говорить. А теперь о формате. Кто может принять участие в этом аукционе? Абсолютно любой человек, у кого есть картина, и эта картина из себя достаточно достойная, приемлемая, она не отпугивает людей и не вызывает никаких особых эмоциональных потрясений у зрителей. Аукционы будут выходить раз в неделю и длится примерно полчаса. Это достаточно новый эксперимент для постсоветского пространства. Подобные аукционы существуют в Италии и в других странах, но более всего развит в Италии. Есть специальные телеканалы, где круглые сутки аукционисты рассказывают о превосходствах той или иной работы, которую они наставили. Итак, перейдем к примерной, как это будет выглядеть. Вот стоит на треноге картина. Это картина из проекта Marina Expression. Чем она уникальна и почему выбрал именно ее? Я ее выбрал не случайно. Именно этой работой я начал свой проект, посвященный маринистике. До 2009 года я маринистику вообще не писал. Можно сказать, что практически принципиально, но когда стал сталкиваться с тем, что в портовом городе, который находится у моря, маринистов раз-два я обчелся, мне вот захотелось отобразить те образы, которые у меня были еще с 70-х годов. Что здесь изображено? Здесь изображено три лодки. Работа, значит, как работа называется? Три лодки в бурь. В далеких 80-х годах я работал спасателем на лодочной станции в Чемноморке. Основная моя задача была, это поднимать лодки с моря, когда закрывался причал, и затягивать их тросом, и сдавать причал под охрану пограничника. Утром я их, естественно, спускал вниз. У нас был причал на самом обрыве в Чемноморке, это был 126-й причал. Он относился к базе воздуха Ломоносовского университета. И все лодочки в течение дня, в принципе, болтались в море, привязанные, скажем так, канатами к стойкам нашего причала. Вот этот образ меня достаточно долго преследовал, и мне хотелось отобразить его настроение. Это внутреннее спокойствие, умиротворенности, некой семейности, которая царила на нашем причале. У нас был замечательный ботсман по кличке Попугай. О чем эта работа? О настроении. Прекрасное солнечное утро в работе отображенной горизонта. Волн практически нет. Практически шли. Мы все любим эту погоду, когда мы приходим на море. Нас ласкает легкий бриз. Нежная волна омывает наши ноги, когда мы входим в воду. Солнышко согревает. Эта работа всегда согревает. Она передает настроение. Мы видим в ней тепло, которое нам особенно зимой не хватает. Я на нее могу смотреть очень долго. Последних лет 7 я ее фактически нигде не демонстрировал. Но до этого она успела побывать на многих выставках, в том числе и на неделях актуального искусства. Эта работа вставлена в ряд каталогов. Один из каталогов я принес показать. Это каталог, который я выпустил сразу же после окончания первой же серии Marina Expression. Я его издал, по-моему, в 2010 году. Их не так много осталось. Вот она в каталоге. Каталог, конечно, немножко по-другому ее отображает, цвет. Но ничего так. Вполне она может быть. Есть еще одна работа в каталоге, которая похожа на нее, потому что это серия работ. Она немножко выполнена в более таких уже темных тонах, где есть намек на некое волнение. Но эта работа самая спокойная из всей Marina Expression. Это постимпрессионизм. Постиндустриальная живопись. И она отображает тот мир, в котором мы жили достаточно давно. Это, по сути, юношеские воспоминания. И мне очень интересно и приятно делиться этими впечатлениями, которые живут в моей памяти. И эти образы переносить на холст. Так вот, наши гости, которые будут приходить на ухо, они будут рассказывать о том, что подвигло их на создание этих работ. Ну, кроме того, что они расскажут о том, в каком стиле, в какой манере они работают. И будут рассказывать о своих картинах примерно то, что я вам сейчас продемонстрирую. И чтобы они не удалялись никуда, очень далеко в своих мыслях и рассказах о современном искусстве, я их буду направлять и подсказывать. В протяжении всего аукциона наши зрители могут делать ставки на те работы, которые мы представляем. Будет представлена только одна картина. Плюс сопутствующие могут быть материалы, это могут быть копия картины, это может быть постер, это может быть каталоги, это могут быть открытки. Если автор издал и серию текстиля со своими работами, он тоже с удовольствием ее примет. Если он, конечно, принесет обуи, где отображены его работы, мы об этом подумаем. Если он станет с кисточкой и сзади нас стену отблеет ее, то, возможно, да, это будет интересной перформанс. Возможно, даже мы это будем транслировать в прямом эфире и такой художник приобретет статус аукциониста. Прошу не путать. Аукциониста и аукциониста. Немножко разные вещи. Что можно говорить еще об этой работе? Ее технические параметры. Это очень важно. Ее размеры, габариты. Значит, данная работа размером 40 на 60. Вообще мы принимаем работы размером до метра. Это обусловлено тем, что слишком большие работы нам будет сложно здесь размещать. Тем более, иногда некоторые работы необходимо снимать с мольберта или треноги. И демонстрировать тыльник, чтобы людям было понятно о том, каков путь проделала эта картина. И эта картина является непосредственным примером. Если мы ее снимем и перевернем, то мы здесь увидим ярлыки, в данном случае один, который говорит о том, где эта работа была представлена. Значит, эту работу представляла редакция журнала художественной галереи. И эта работа была в Вардиверском центре. Это был примерно 2009 год. Вот здесь то, что здесь указано. Исходные данные. И это очень важно. У других картин может быть информация о том, каких коллекционеров она прошла, в каких коллекциях побывала. И это тоже имеет значение. История картины. Как она путешествовала. Последние годы эта картина хранилась в доме моего отца. Я ему подарил, и она никуда оттуда не уходила. Это, в принципе, первый раз, когда она за долгое время покинула эти стены. Значит, как можно принять участие в нашем опции? Очень просто. Указаны наши контакты. Телефон, имейл. Вы можете связаться с нами. Предоставить визуальный образ своего арт-объекта. Это не только картины, это могут быть другие арт-объекты. Где мы с удовольствием рассмотрим нашу заявку. Вы должны в этой заявке написать год создания, название, материал, размер и кто автор этой картины. А также предполагаемая цена. Без этих исходных данных мы заявки не рассматриваем. Мы не хотим тратить ни свое, ни ваше время. Это будет, по-моему, честно. Что еще важно? Где проходит аукцион? Транслируется он, безусловно, в интернете. Но место его проведения – это Одесская киностудия. Под руководством клуба «Время и мысль». Где, благодаря усилиям организаторов этого клуба, возможность реализовать этот проект. Очень важен для современного искусства. Не только Одессы, но и всей Украины. Территориальных ограничений. Откуда могут быть работы? У нас нет. Мы можем принять работу, если вы нам пришлете из других городов и стран. Поэтому с удовольствием ждем вашей заявки. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете у нас спрашивать, мы на них ответим. Всю подробную информацию, которую я проговорил, мы будем опубликовывать на наших сайтах. Еще очень важный факт. Кроме этого аукциона, мы запускаем новый проект – онлайн-галерей. Где будут размещаться работы современных художников. В принципе, первые работы уже размещены. Презентацию этого проекта мы сделаем дополнительным. Но, чтобы вы понимали, это не единственный аукцион. Это целый комплекс. Высточенная галерея пространства, галерея Арт Капучино. Аукционный проект. И онлайн-галерея продаж. Плюс мы еще планируем воссоздать журнал об искусстве. В которой мы будем публиковать материалы о выставках, критические обзоры. В разное время были разные у нас проекты. И вот с партнерами мы решили, что пора их возобновлять. Я думаю, что это будет интересно для всех. Вот, в принципе, у меня все. С вами был арт-куратор Алик Ветров. До новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok